Казань, Москва, Париж, Рио-де-Жанейро и, наконец, Белый Аризонти. Тяжелейшая дорога и 35 долгих часов понадобились зенитовцам, чтобы перебраться из готовящейся к зиме Казани в солнечную Бразилию, которая встретила сильнейший коллектив Европы 30-ти градусной жарой и по-настоящему летней погодой. Сам Белый Аризонти расположен на юго-востоке Бразилии и является одним из крупнейших городов в стране. Отель зенитовцев, к слову, находится аж в часе езды от арены, но более подробно о колоритном латиноамериканском городе мы расскажем вам завтра. Чувствуется, что за межсезонье у вас накопились вопросы, так что давайте сразу же на них отвечать. 26 октября, на третий день пребывания в Южной Америке, зенитовцы провели первую тренировку на арене, где пройдут все матчи турнира. В зале, к слову, до сих пор ведутся работы по подготовке к соревнованиям и стоит отметить, что кондиционеры явно не справляются с уличной жарой. Во время занятия казанцев очень душно. Начнем с позитивных моментов. В команду вновь вернулся любимчик публики весельчак Теодор Салпар. Неплохо отыграв за сборную Болгарии в межсезонье, Либера вновь принял предложение «Зенита», рассчитанное сроком на один год. И, как и в прошлом сезоне, поможет команде в матчах клубного чемпионата мира, а также Лиге чемпионов. Ну, я хотел очень, конечно, вернуться в «Зенит» и хорошо, что и Владимир Романович тоже хотел, и все руководство. «Зенит Казани» и «Зенит Казани». Это, конечно, для меня самая лучшая команда и по организации, и по всему. Так что я очень рад, что остался здесь. Из потерь в первую очередь стоит выделить фигуру Андрея Ащева, который постепенно набирает форму после операции, но пока команде помочь не готов. А вот игроки, которые отыграли весь Кубок Победы, какие-то игровые связи освежить уже успели. Кулешов, Димаков, Апаликов, Багрей, Кобзарь, Куцалюк, Бабичев и, конечно же, Вильфреда Леот. Полный боевой комплект в обойме Владимира Олегна. Готов начать поход за долгожданным трофеем. На Кубке Победы в основном ребята молодые все играли. Работы бы вместе мало пока еще. Сколько дней? Пять, наверное, только собрались. Ну, ребята неплохо, все, сборники все. И тоже старались, готовились там в течение двух месяцев. Нынешний клубный чемпионат мира среди мужских команд станет юбилейным десятым в истории. Лучшим результатом «Зенита» является третье место, дважды завоеванное в Дохе в 2009 и 2011 годах. Вот уже третий год к ряду турнир среди лучших команд мира принимает Бразилия. А действующим чемпионом мира, напомним, является Белогория. Предстоящий розыгрыш пройдет в формате финала шести. Таким образом, полуфиналистам придется провести аж четыре игры за четыре дня. Европейские команды всегда являются фаворитом данного турнира, но соперников никак нельзя сбрасывать со счетов. К фаворитам мы также относим иранский Пайкан из Тегерана во главе с хорошо знакомым нам Валерио Вермильо. Добавим сюда несколько игроков колючей сборной Ирана и получим серьезного конкурента. Победитель южноамериканской лиги чемпионов аргентинский Сан Хуан, который сыграет на своем континенте, недалеко от дома в привычном для себя климате и комфортном часовом поясе. Ну и, конечно же, хозяева турнира, волейболисты Сада Крузейра. Бразильцы выигрывали этот титул два года назад, обыграв в финале новосибирский локомотив. При поддержке родных трибун латиноамериканцы наверняка захотят вернуть себе титул лучшей команды мира. Наш стафф работает хорошо. Не только игроки работают, но и тренерский стафф. Порой это может быть и не видно, многие не знают, но есть люди специальные, которые собирают статистические данные, видео, весь материал, и мы потом все вместе это анализируем. Поэтому они все добыли, все раздобыли. В принципе, для нас сюрпризов никаких нет. Поэтому насчет темных лошадок, надеюсь, что их не будет. Насколько же зенитовцы успели подготовиться к турниру, мы с вами узнаем в ночь с 28 на 29 октября. В час ночи по московскому времени казанцы проведут свой стартовый поединок как раз-таки против хозяев турнира волейболистов Сада Крузейра. Следить за новостями из солнечной Бразилии вы можете на официальном сайте команды и, конечно же, благодаря ярким обзорам на ZTV. Ты снова будешь помогать команде только в Лиге чемпионов и чемпионате мира, правильно? Правильно. Будет весело. С Женей весело.